Всем привет! Сегодня будет особенное видео. Я собираюсь подвести косметические итоги уходящего года. Все только самое классное, достойное, то, что заняло почетное место в моей косметичке. Я специально пересмотрела все фавориты за год свои, посмотрела фавориты прошлого года. Практически все остается актуальным, кроме того, что сейчас вышла новая версия Yves Saint Laurent Touche Acqua. И, к сожалению, она мне не подходит, а так все то, что хвалила раньше, актуально. И, знаете, вы спрашиваете часто, а тебе уже это не нравится? Почему не показываешь? Просто хочется говорить о альтернативах, каких-то заменах, чтобы у вас был выбор. Поэтому сегодня речь пойдет не только о дорогих средствах, а также о том, что я просто обожаю из масс-маркета. Давайте по порядку. Тональное средство, а точнее сиси-крем, который меня просто поразил, и я считаю, что это один из лучших доступных на рынке, это сиси-крем от Bourjois. Практически закончила всю упаковку. Идеальное тональное средство на каждый день. Я вообще считаю, что Bourjois отменная декоративная косметика именно для лица. Из люкса на каждый день больше всего по душе пришелся Clorans Skin Illusion. Единственное, что я замечаю сейчас зимой, когда я очень бледная, это то, что он темнеет. И это единственный минус. А так очень красиво смотрится на лице. Также на каждый день хороший вариант. Более плотное покрытие, чем у сиси-крема, и он более густой. Это Rimmel. Говорила о нем, очень нравится. Для меня это вообще люксовое качество, поэтому присмотритесь к нему. Из более плотных, застывающих тональных средств для жирной кожи, для комбинированной, если летом какое-то мероприятие, или вы вообще любите утром накраситься, до вечера не переживать за свой макияж, очень советую марку Estee Lauder. Вообще считаю, что у них просто гениальное тональное средство. У меня по экземпляру из каждой практически линейки. И Double Wear обычный классический покупала еще до того, как познакомилась с YouTube. Мое начало на YouTube это также Estee Lauder Double Wear Light. Его я смешиваю с какой-то более увлажняющей тональной основой. Или этот, получается идеальный вариант даже для сухой кожи. Могу смело утверждать, что эти тональные средства переживут абсолютно все. Бюджетная альтернатива это Maybelline Superstay 24 часа. Все из показанных тональных средств выглядят на коже очень красиво, не подчеркивают поры, шелушения, не проваливаются в поры, не делают нас старше, что иногда бывает в случае таких стойких, застывающих тональных основ. Обязательно попробуйте, выбирайте то, что вы предпочитаете в макияже, увлажняющие или стойкие. В общем, выбор за вами. Моя больная тема – консилеры. Я все чаще задумываюсь над тем, чтобы заполнить область под глазами, но я очень сильно боюсь, и пока мне удается скрывать как-то эту проблему при помощи декоративной косметики, я откладываю это решение. Номер один, такой подсвечивающий, очень легкий, но хорошо перекрывающий – это Armani. Его хватает на очень долго, это, конечно же, плюс. Использую его в дуэте с пудрой той же марки. Я понимаю, что это очень дорого, я сама приобретала эти средства, ни капельки не жалею. Пока это помогает мне выглядеть хорошо, я готова инвестировать. Также я сменила уход за областью вокруг глаз, возможно, это мне также помогло. Из бюджетных больше всего полюбился консилер от марки Maybelline, линейка Fit Me. Очень кремовый, хорошо перекрывающий, он у меня не скатывается, поэтому присмотритесь, если есть доступ. Для того, чтобы скрыть какие-то несовершенства на коже, которых, тьфу-тьфу-тьфу, последнее время у меня нет, я использую вот такой консилер от марки Catrice. Он просто идеален, он очень хорошо перекрывает, суперстойкий. Я советую его наносить на проблемную зону, дать ему чуть-чуть застыть и только потом растушевать границы. Будет держаться целый день. Финишная пудра для закрепления макияжа, кто догадался? Конечно, это метеориты. И кто спрашивал, почему я изменила свое мнение, я выбрала нужный мне оттенок. Я считаю, что Miriam это один из самых таких универсальных оттенков. И больше всего люблю именно стандартную линейку. И чтобы вы понимали, у меня есть и прессованные, они все-таки больше матируют кожу. Это очень красивое холеное освещение, особенно это видно вечером. Легкое матирование, но абсолютно комфортное для сухой кожи. И я обожаю, настолько люблю, что я даже линейку купила. Попробуйте хотя бы, просто нанесите и походите. Я понимаю, что это легкая вуаль. Если же вы ищете дополнительное покрытие или супер матовый финиш, вам они не понравятся. Но я за такой холеный лоск, за свечение, за здоровый эффект на кожу и в этом мне помогают метеориты. Мне кажется, что в этом году я обрела идеальные брови и очень часто получаю от вас комплименты. Средства на каждый день, когда я просто наношу какой-то легкий CC крем или вообще не крашусь. Я очень люблю использовать такой гель для бровей от марки L'Oreal. Он у меня в оттенке Light Medium, такой немножко с золотинкой. Есть также версия для брюнеток или бесцветная. И он не просто придает цвет, он как бы создает иллюзию того, что у нас этих волосков на бровях очень много, хорошо фиксирует, но не намертво. Отличное средство, купила второй раз. Также я очень часто использовала тени от Anastasia Beverly Hills. Мне идеально подходит оттенок Blonde. Если честно, то я просто не нашла подходящий для меня оттенок среди других марок. И это такой оливково-серый цвет. И я его использовала до момента, когда у меня появилась помада от Sensation Cosmetics. Это просто что-то гениальное. Сейчас я не жалею там 5 минут потраченных на макияж бровей. Во-первых, она супер стойкая. Во-вторых, это идеальный оттенок для блондинок. Такой, опять же, оливково-серый. И то, что мне безумно нравится и приводит меня в восторг, это то, что этот гель еще и фиксирует брови на месте. То есть, они вообще не шевелятся, но настолько комфортно все, что нет такого ощущения, как после Gimme Brow, если вы понимаете, о чем я говорю. Таких каких-то ненатуральных, залаченных бровей или как-то так. Использую каждый раз, когда окрашусь. То есть, расход минимальный и я без этого средства уже просто не могу. Среди бронзеров. Больше всего мне, конечно, полюбился MAC Baby Don't Go, но до фаворитов года он не дотягивает только из-за того, что закончился спустя несколько месяцев. А так оттенок просто шикарен. Делайте что-то с ним, чтобы хватало на дольше. Это очень затратно получается. Поэтому большую часть года я использовала бронзер от Armani. Это оттенок 600, он очень редко представлен в корнерах бренда, но стоит поискать где-то в интернете. Я купила в Duty Free, там гораздо дешевле было. Вы видите, что расхода практически не видно. Это говорит о том, что средства хватит года на три. Поэтому цена оправдана. Из более бюджетных бронзеров просто покорил меня такой дуэт от марки W7. Я его недавно показывала, но я его видела еще больше года тому назад у своей подружки и как-то забыла его купить, чтобы поделиться информацией с вами. Сейчас довольно часто в качестве эксперимента наносила его на лицо. Также получала массу комплиментов. И подружки мои уже говорят, когда ты отдашь такой классный, но пока нет, я не готова. Этот бронзер немножко теплее, но абсолютно не рыжий. Давайте сравним с Armani. И оба имеют легкий шиммер, который вообще не виден на коже. То есть это эффект опять же такого холеного лица, но без каких-либо блесток. Никто не скажет вам, что вы сияете как новогодний шар. И также мне нравится хайлайтер здесь. Он очень благородный, такой не слишком блестящий. Мне хочется назвать его ванильным что ли. Присмотритесь, отличное средство. Румяна, которые я сама скорее всего никогда не купила бы. Но когда эта упаковка закончится, я убегу за ними в магазин. Потому что они прекрасны. Это марка Tom Ford. Оттенок Love Last. Они настолько круто выглядят на лице. То есть это не просто персиково-золотые румяна. Нет. Это как, вот знаете, мне хочется их называть шипоновыми что ли. Вот они как-то полируют лицо, так же как метеориты. И не бросаются в глаза. С ними практически невозможно переборщить, если вы только очень светлая девушка. Только в этом случае. А так, настолько универсальный оттенок. Я ничего подобного не встречала ни среди люкса, ни среди масс-маркета. Абсолютно гениальные румяна. Я думаю, что вы можете видеть, насколько я их люблю. Как-то я забыла сказать о туши. Наверное, потому что она у меня закончилась какое-то время тому назад. И надо ее купить снова. Это Клиник Чаби Лэш. Мне кажется, что это абсолютно адекватная цена. Она, кстати, самая дешевая в линейке Клиник. У нее очень хорошая такая силиконовая кисточка, которая круто подкрашивает. Она и подкручивает, и держится целый день. Подойдет для чувствительных глаз. И Том Форд я также любила. Но это очень дорого. И с моими чувствительными глазами туши надо менять довольно часто. Поэтому я себе не могу позволить такую роскошь. А вообще, тушь от Клиник мне подходила идеально. Она работала сразу и послужила мне месяца два, наверное, то и дольше. Для меня этого достаточно. Но вы видите, что я люблю такие массивные ресницы. Я думаю, что тем, кто любит более натуральный эффект, она послужит еще дольше. И моим несменным помощником является вот такой... Это не он, это... Да, он. Зажим от марки Inglot. Хорошо подкручивает ресницы. Изгиб держится целый день. Это сразу такой распахнутый взгляд. Он абсолютно не травмирует ресницы. Если выбирать, то черный у меня также был. И он как-то развалился со временем. Поэтому этот прочнее, хотя он и дороже. Но сушит мне уже, по-моему, не первый год. Тени. Я считаю, что на тенях все же не стоит экономить. И лучше отправиться в магазин и выбрать несколько оттенков качественных теней, которыми вы будете пользоваться постоянно, чем купить несколько палеток, которые будут лежать без дела. Хотя у меня у самой довольно много их. Но что-то я покупала сама. Хотела найти свою ту идеальную. Что-то мне потом подарили. Покажу вам сегодня все самое лучшее. Я могу с уверенностью сказать, что благодаря марке MAC я научилась делать макияж глаз. Причем тогда я была уверена, что они не сотрудничают с блогерами. Я сама отправилась в MAC. Купила несколько средств. Я до сих пор с огромным удовольствием использую то, что купила в свой первый раз. И тогда в моей корзине оказались тени под названием «Хэ», по-моему, так считается правильно. Или «Хукс», как у нас говорят. Сейчас эти тени на мне. В дуэте с тенями, которые мне очень сильно полюбились в этом году. Это оттенок «Мальт». Оба матовые. Это идеальный растушевочный цвет. То есть, когда вы не хотите, знайте, чтобы это был или слишком серый, или слишком рыжий, или слишком интенсивный. Когда это макияж без макияжа. Вот эти тени «Мальт» это просто что-то. Для очень светлокожих девочек, для тех, кто имеет тенденцию перебарщивать с тенями. И огромным плюсом матовых оттенков MAC является то, что эти цвета можно наслаивать. То есть, их хватает надолго, но вы сами решаете, какого эффекта вы хотите добиться. И это то, что до меня дошло в этом году. У меня есть несколько палеток. И я очень люблю эту нейтральную палетку. Но она дорогая. Я понимаю, что не все смогут приобрести ее. Поэтому идеальным решением является вот такая подборка девяти цветов. Это палетка под названием «Эмбра Таймс». Она с нейтральными оттенками подойдет практически каждой девушке. Ее хватит на очень долго. Я вам просто это гарантирую. И она не занимает много места в косметичке. Это также важно. И еще одни тени MAC, которые сделают нарядным каждый макияж. Это линейка «Экстра Дайменшн». Это уже такая однушка оттенок «Суит Хит». Идеальный цвет такого благородного золота. Не слишком рыжий, не слишком желтый. Короче, весь этот год я использовала прессованные тени MAC. И вообще не знала печали с макияжем глаз. Он просто всегда получался. Не было ситуации, когда надо было что-то вытирать. Или что-то не получалось. Но этой осенью или в конце лета у меня появились жидкие тени Armani. Наконец-то, аллилуйя, номер 11 стал абсолютным фаворитом на каждый день. Когда хочется что-то нанести, но не хочется играться с пигментом Naked и так далее, он просто вытеснил все основные базовые цвета. Потому что тени очень быстро наносятся, буквально чуть-чуть на веко при помощи аппликатора. Остальное растушевали пальцем. Супер! Оттенок 11 очень универсальный, освежающий. Это такой, его очень сложно показать в камере, персиковый с таким золотым переливом. Обожаю! Чуть не забыла сказать, весь год использовала базу под тушек марки Everline. Я не могу сказать, что она делает какую-то огромную разницу на моих длинных ресницах, но в качестве экономии туши вот так работает. То есть, вместо того, чтобы наносить два слоя туши, я наношу один слой базы, один слой туши и отлично все держится. Я боялась, что эту помаду сняли с производства, но кто-то меня дезинформировал. Это жидкая матовая помада, супер стойкая от марки Sephora. У меня есть несколько оттенков, но номер 13 это всегда беспроигрышный вариант. Просто столько комплиментов, как за эту помаду, я никогда в жизни не получала. Поэтому она даже не сравнится с помадой от Анастасии Beverly Hills в оттенке Dusty Rose. Также покорила меня помада от Golden Rose. Это уже второй экземпляр в оттенке 10. Также такой, знаете, пыльно-розовый, идеальный на каждый день. Она сгорел сатиновая на губах, не супер стойкая, очень комфортная. Единственный минус это то, что надо помнить постоянно о подтачивании. В этом году у меня появилось очень много помад от MAC, причем не все из них мне присылали. Кое-что я покупала сама. Одним из самых таких классных нюдовых оттенков это то, что видите на губах. Называется он Faux-Fu. Я даже уже не знаю, как читать эти названия. Очень холодный нюд. И я его использую зачастую осенью и зимой, когда я такая совсем бледная. Но похожий также Brave. Он более такой насыщенный. И еще такой кремовый есть Modesty. Я думаю, что из этих трех каждый найдет что-то для себя. Modesty она такая даже более коричневая, наверное. Потому что это холодная, а в розовинку чуть-чуть отдает. И одной из самых крутых помад. Аналога просто нет. Видите, что я довольно много использовала. Я ее так долго не могла купить, что заказала из Америки. Оттенок Velvet Teddy. Конечно же тут спасибо Кайли Дженнер за то, что так разрекламировала его. Но как же красиво она смотрится на губах каждый раз, когда я ее наношу. Это прям...